Доброго времени суток дорогие друзья! Посмотрим на итоги сегодняшнего торгового дня на рынке криптовалют и последние тенденции, которые сейчас мы видим. Давайте обсудим более детально. Как вы видите, сегодня были достаточно большие колебания, около 300 долларов, но к этим колебаниям уже рынок постепенно привыкает и это уже становится нормой. Сегодня рынок особо сильно не изменился по сравнению со вчерашним закрытием США. Немного вырос. Давайте посмотрим теперь на новостной фон по криптовалюту и конкретно нас интересует биткоин. Биткоин на текущий момент у него оптимизм резко падает. Мы видим, что за последние сутки на 4 балла упал оптимизм по биткоину и тому есть некоторые явные предпосылки. Что мы можем отметить из самых свежих? Мы видим, что есть проблемы с налогами, с криминальными операциями. Международное сообщество старается бороться и в том числе все операции, которые проводятся через криптовалюты, также под большим пристальным вниманием, что не может быть позитивным для биткоина. Вторая более свежая новость это то, что основатель Big Brothers на текущий момент мы видим, что подали некоторые заявления в суд о том, что Facebook делает рекламу некоторым криптовалютным проектам, что также нарушает те законы, которые были раньше и те решения, которые сам Facebook поддерживал. И это все приводит к негативному фону, который мы видим в котировках и в общем-то сценарий достаточно пока позитивный, но с коррекцией. Из позитивных моментов мы можем увидеть, что блокчейн развивается, что компании развивают разные проекты. И вот, к примеру, блокчейн компания покупает другую, чтобы создать так называемый умный город, сток iEat сайт. И это также вот уже идет в такие вещи серьезные, как организация информации стабильная на блокчейн системах. Что касается криптовалютных бирж, мы говорили уже вчера, и майнинг остается приоритетным, особенно когда цена увеличилась и сложность операций возрастает. Из негативных моментов более всего, конечно, сейчас волнует разбирательство, которое делает и ФБР, и отдел по ценным бумагам США. Мы видим, что ФБР уже присоединилась к расследованию квадригли, это коллапса криптовалютной биржи, где застряло около 195 миллионов в эквиваленте активов. Подытоживая все это, мы можем посмотреть на последнюю динамику месяца и увидим, что рынок практически замер, около отметки 8000, чуть-чуть ниже, как мы были и месяц назад. Вот такие спайки то вниз, то вверх. В общем-то, рынок успокоился уже. Если посмотреть по нашей стратегии, мы придерживаемся с 28 мая стратегии на продажу. Вот тут мы рекомендовали, в общем-то, выходить из биткоина, несмотря на вот этот спайк, в общем-то, рынок выше и не пошел. И пока придерживаемся этой стратегии, мы видим, что оптимизм падает, проблемы с платежами биткоин пока остаются. Биткоин не стал валютным каким-то средством и вот этот фактор достаточно сильно развивается. Последние моменты мы видим, регулирование еще подкрепилось. Ну и вот разбирательство сначала с SEC, потом ФБР и все это вызывает большие негативные моменты. Поэтому, в общем-то, стратегия остается пока на продажу. И если мы увидим, что рынок немножко успокоится, тогда можно обратно восстанавливать позиции. Но на текущий момент долгосрочная цель на 6.814 была бы хорошая коррекция. Вот к этому часу все. Хорошего дня. Удачных инвестиций.